Докладывать о состоянии геологического изучения недр и воспроизводстве минеральной сырьевой базы России буду на рубеже своего почти полугодового пребывания в должности министра. Уважаемый Дмитрий Николаевич, скажите, пожалуйста, планируется ли в 2019 году создание единой службы лесного и охотничьего надзора на федеральном уровне, то есть объединение лесной охраны и их отход инспекции, изъятие у регионов, переданных полномочий и возвращение их на федеральный уровень? Спасибо. Значит, я сначала про охоту хочу сказать, потому что мне все задают вопрос, Дмитрий Николаевич, что же за тиран такой пришел, взял и департамент охоты ликвидировал. Департамент охоты преобразован в отдел. Вот и все, что было сделано. По большому счету, суперспециалистов каких-то мы там не потеряли. Просто такова структура министерства, что я на одну ладошку взвесил проблемы охотников, а на другую ладошку проблемы Арктики, Антарктики, Мирового океана. Понимаете? На сегодняшний день это важные, судьбоносные для страны движения, связанные с дном Мирового океана, с разработкой полезных ископаемых, с арктической зоной. И мы создали департамент Арктики, Антарктики, Мирового океана в Министерстве природных ресурсов. Мы не тронули охоту. Охота сегодня занимается Валентик, он сегодня здесь в зале находится. Непосредственно институт кировский готовит, мы подготовили техническое задание для работы, научной работы, какая и должна быть в охотхозяйствах Российской Федерации, связанная с тем, что сегодня мы не имеем плана развития охотхозяйств России. Мы хотим перейти на проектное управление, связанное в охотхозяйстве. Все, что связано с охотинспекторами, безусловно, важнейшая тема, которая у нас погружена в национальный проект «Экология», одним из основных блоков 11.